21 июня 2024 года принц Уильям отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 42 года. И вот такое фото появилось в соцсетях. И якобы эта принцесса Уэльская Кейт Миддлтон опубликовала снимок своего авторства, на котором будущий король Великобритании весело проводит время со своими детьми. Семья отдыхала на пляже в Норфолке. И ради красивого кадра Уильям со своими детками Джорджем, Шарлоттой и Луи решили спрыгнуть с песчаного холма. «С днём рождения, папа! Мы все тебя очень любим!» – гласит подпись к снимку. И опять британское общество разделилось. Поклонники, конечно же, пришли от этого поста в восторг. Возможно, лучшее фото, которое я когда-либо видел, от монархов. Невероятное фото, расслабленное и полное радости. Гениальный кадр, настоящее счастье, лучшая семья. А вот другие опять подвергли сомнению всю эту историю. Они недовольны, что здесь нет на фотографии принцессы Кейт. «Где же опять наша замечательная принцесса? Почему она опять пропала?» Всем привет, друзья! Ну что, и снова у нас новости. И новости неутешительные с берегов Туманного Альбиона. Я хочу снова вам рассказать новости королевской семьи. Ну и, конечно же, я расскажу вам опять о Кейт Миддлтон. Вот история, когда она появилась пять дней назад, а именно в день рождения короля Карла Третьего, 15 июня 2024 года, торжественно, триумфально появилась на балконе Букингемского дворца, чем немного успокоила своих поклонников, в общем-то. Но что происходит у нас дальше? Мы, Кейт Миддлтон, не видим на торжественном мероприятии скачки Роял Аскот, которые каждый год королевская семья, начиная с 18 века, проводит на ипподроме в Аскоте. И вся королевская семья обязательно посещает хотя бы один раз за семь дней вот это вот грандиозное мероприятие. Был, конечно же, там и принц Уильям, но принц Уильям опять появился один бискейт, что удивило снова и снова разочаровало публику. Принц Уильям также в одиночку отправился на одно из главных спортивных событий этого лета, Евро-2024, в Германию на матч второго тура группы С чемпионата Европы. Там встречались сборные Дании и Англии. Конечно же, не мог принц Уильям пропустить это мероприятие. На стадионе Уильям встретился с датским королем Фредериком и его 13-летней дочерью, принцессой Жозефиной, которые прибыли поддержать принца и свою команду. Ну и скучать, конечно же, там Уильяму не пришлось. Как пишут в прессе, мужчины очень тепло приветствовали друг друга, много общались, смеялись и прекрасно проводили время. Ну и, конечно же, тут снова начались недовольства. Тех, кто поддерживает принцессу Кейт, и те, кто волнуется очень сильно о ее здоровье, снова стали задавать вопросы. Как же так может быть? Если принцесса Кейт так тяжело больна, то почему принц Уильям развлекается, а не поддерживает свою жену в трудную для нее минуту? А многие, наоборот, говорили, что не такая уж и больная принцесса Кейт, если мы увидели ее 15 июня, на день рождения короля, в таком прекрасном образе, сияющей просто. И снова не поверили британцы, не может такого быть, если она так прекрасно себя чувствует. Почему нам ее не показывали в течение полугода? А если она так плохо себя чувствует, то зачем она вообще появилась на публике? То есть получилось, что вот это появление принцессы Кейт, оно вызвало еще больше кривотолков. Некоторые британцы почувствовали себя просто обманутыми, потому что они недоумевали, как можно так прекрасно выглядеть, если вы проходите курс химиотерапии, и если у вас такое серьезное заболевание. Кто-то, наоборот, говорил, что если принцесса Кейт так прекрасно себя чувствует, так прекрасно выглядит, то она должна была появиться еще раньше на других мероприятиях, и она уж во всяком случае должна была появиться на Ройла Скотт. Как я уже говорила, Ройла Скотт – это одно из главнейших мероприятий, скачки века. Это организовывает королевская семья, начиная с 18 века. Ну, вы знаете, друзья, всегда найдется кто-то недовольный, как мы говорили с вами, о триумфальном выходе Кейт на балкон Букингемского дворца, и о ее двойниках, она это или не она, почему она так прекрасно выглядит. Мы еще с вами поговорим обязательно. А я хочу рассказать вам, как принц Вильям отпраздновал свой 42-й день рождения, посетив шоу Тейлор Свифт на стадионе Уэмбли в Лондоне в пятницу и взял с собой детей – принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Судя по фотографиям, которыми Кенсинстонский дворец и Свифт поделились в субботу, шестилетнего принца Луи там не было. Спасибо, Тейлор Свифт, за отличный вечер! Так Вильям написал в своем инстаграм, и мы видим на фотографии, где он с его двумя детьми, которые сияли от восторга. Король Карл Третий также поздравил своего старшего сына с днем рождения. Букингемский дворец обнародовал редкое архивное фото, на котором принц был запечатлен в возрасте нескольких месяцев. Монарх, на тот момент принц Чарльз, предстал в светлой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами, и он с улыбкой держал на руках своего первенца, наряженного в светлое боди. «Желаем принцу Уэльскому самого счастливого дня рождения!» гласила подпись на этой фотографии. Принц Уильям появился на свет 21 июня 1982 года в 9 часов вечера в госпитале Святой Марии в лондонском районе Паддингтон. Сын принца Чарльза и Дианы Спенсер стал первым наследным принцем, рожденным вне королевского дворца. При крещении мальчик получил полное имя Уильям, Артур, Филипп, Луис. Не хотелось бы мне тут, знаете, подливать масло в огонь и говорить о не очень приятных вещах. Например, о том, что вот фотографии принцессы Дианы, матери принца Уильяма, почему-то так и нигде и не появилось. Ее стараются полностью забыть. И даже вот это архивное фото, где отец Чарльз держит на руках своего сына, он почему-то без принцессы Дианы. Но я решила исправить эту оплошность и хочу показать вам другие фотографии. Ведь принцесса Диана была и остается матерью будущего короля принца Уильяма. И это уже, как говорится, вошло в историю. И стереть и забыть это вряд ли удастся. Еще одна фотография принца Уильяма с детьми была обнародована на том же сайте, где якобы принцесса Кейт поздравляла своего мужа с днем рождения. Но эта фотография сделана раньше, на День Отца. День Отца в Соединенном Королевстве отмечается в третье воскресенье июня. В 2024 году этот праздник пришелся на 16 июня. Вот такой получается в Англии месяц июнь, насыщенный праздниками, да еще и День Рождения принца Уильяма. 21 июня тоже. А как вы уже, возможно, знаете, каждый монарх в Великобритании имеет два дня рождения. Свой настоящий День Рождения и уже официальный День Рождения, который празднуется каждый год 15 июня. И вот этот Труппензекала, который только что отпраздновали, мы с вами смотрели. Грандиозное мероприятие, очень торжественное, парад, вынос знамени. Так вот мне интересно, когда Уильям станет королем, он будет праздновать свой День Рождения одинаково с официальным 21 июня или ему тоже перенесут на неделю? Интересный вопрос, но, как говорится, поживем-увидим, а ждать, наверное, нам совсем осталось недолго. Судя по всему, король Карл Третий чувствует себя не очень хорошо. Уже все чаще и чаще поговаривают о том, что король Карл Третий не проживет и года. Но я хочу закончить свое видео на более позитивной ноте, тем более, что у нас вчера был День Рождения Принца Уильяма, поэтому я нашла для вас некоторые эксклюзивные фотографии. Вот здесь Принц Уильям ровно 20 лет назад, 21 июня 2004 года, когда он был еще студентом. Вот здесь это Кейт Миддлтон, тоже студентка. Как вы знаете, они учились вместе. 20 лет. Что такое 20 лет? А ведь выглядели совершенно по-другому. Молодые, красивые и влюбленные. Мне все же хочется надеяться, что у этой пары и в будущем все будет очень-очень хорошо. И мы еще увидим счастливую семью Принца Уильяма и принцессу Кейт, будущего короля и королеву Великобритании. Принцессу Кейт, Субтитры сделал DimaTorzok